МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. Я в студии Игорь Белышев. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это произошло около 18 часов на улице Новгородской в районе остановки общественного транспорта. Пожар начался в задней части автомобиля. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. На тот момент в автобусе находился лишь водитель. В километре от места происшествия располагается пожарная часть, поэтому огнеборцы приехали быстро. Через 10 хвилин після поведомления пожежа вже була локалізована и в 18.38 повнестю ліквідована. Причини пожежі встановлюються. До гасіння пожежі залучалися дві одиниці техніки та девять чоловік особового складу. Патрульні регулювали дорожній рух. Біля автобуса стояли припарковані автомобілі. Водії автомобілів швидко прибули на місце. Перепаркували свої автомобілі, щоб вони теж не загорілися під час пожежі. Патрульні, вийшли з автомобіля, згодом перекрили певну ділянку руху для регулювання потіку автомобілів в інший бік. І сьогодні днём на дамбі перевернувся автомобіль. За рулём Пежо була 35-летня жінчина. В результате ДТП її увезли в 5-ю горбольницу. Жінчина їхала в сторону улицы Гагарина, її внезапно подрезал неізвестний автомобіль. Щоб уйти от столкновення, водітелю приняло вправо і наїхало на відбойник. Після Пежо відбросило на проїжавший рядом Ланос, і машина перевернулася. На місці работали спасатели, вони смыли з дороги горючий. Неізвестний автомобіль з міста проїжствия скрылся. Віновника ДТП іщут. Деньги паралимпийцам, обращення к президенту і «Защита горожан от произвола Запорожгаза». Такі рішення приняли депутаты на 10-й сесії Городського совета. Що ще обсуждали, знає Екатерина Свириденко. Перед началом сесії в зале заслушивают депутатские обращения. В этот раз их много. 27, и большинство касается жилищно-коммунальных вопросов. Особо горячо депутаты докладывают о жалобах горожан на действия Запорожгаза по установке общедомовых приборов учета. Например, по улице Школьной, 15, со вчерашнего дня дом отключен от газа. Приїхали устанавливать счетчик, люди этого не допустили. У нас теперь якобы утечка. Как бороться с произволом? Вариантов много. Но в результате обсуждения городской голова принимает решение, с которым согласны все присутствующие. У меня такая пропозиція. Сегодня в перерву, коли выїжджаємо на те місце, на ту адресу, яка була зроблена, фиксуємо цей факт. Завтра я подписываю распоряджение, подготовить его Николаевку, разом с управлением или департаментом правового забезпечения. По созданию цієї группы, яка будет, соответственно, по каждому адресу фиксировать, ну, будем так говорить, а виконавча влада, и в моем лице, и в лице членовиконкома, будет сопровождать все эти решения до доведения дела, до судового процесса. Далее депутаты обсуждают вопросы отопительного сезона. Зачастую тепло в домах не появляется из-за краш оборудования. Городской голова предлагает комплексное решение, включая антивандальную программу. Поэтому я принял решение, действительно, я принял решение, беру это на себя, о том, что спускать системы после отопления никто не будет. Второе решение, которое мной принято, я считаю это правильно, что все тепловые мережи, начиная от котельни, теплотрасса и внутридомовые разводка, вся должна быть в руках одного, как говорится, хозяина. А хозяин это будет миски, тепловые мережи. Но аварийных ситуаций, отмечает Владимир Буряк, не избежать в будущем, если не привести жилой фонд в порядок. Наши дома на сегодняшний день требуют капитального ремонта. Это прежде всего. Капитального ремонта без разницы, СМД это, или это коммунальной собственности, или это еще другие какие-то, ЖСК и тому подобное. Порывы были и пока и будут. От этого мы пока еще не уйдем. Не уйдем, покуда мы все 3,5 или сколько там останется у нас в следующем году на балансе, не проведем капитальный ремонт этих домов. Спустя 4 часа депутаты приступают к вопросам повестки дня. Выделяют деньги на систему диспетчеризации коммунального общественного транспорта, единогласно голосуют за премирование призеров 15-х Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Грошовую допомогу на загальную сумму 3 млн 717 тысяч гривен чемпионам и призерам Паралимпийских игр, а самое, Черняк, Ини, Попову Михаилу, Николаенко Максиму, Помазан Марии, Диброву Миколе, Савцове Виктории, Вербове Марине в размере 531 тысяча гривен. Далее депутаты продлевают срок голосования за проекты народного бюджета. Проголосовать за идеи, которые позволят улучшить жизнь в Запорожье, горожане смогут еще в течение месяца. Обращения к президенту и к обмину относительно вопросов окружающей среды депутаты не поддержали. Тем более, что на прошлой сессии подобный проект, пункты которого противоречат или дублируют действующие законы, также отклонили. Это уже не вяжется, будем говорить, вот эти формулировки, это чисто популистские формулировки. Вот если вы положите два обращения на предыдущую сессию и это обращение, оно практически один в один повторяет предыдущее обращение. То есть оно явно не доработано. Пункт 8, стосовно очистных споруд, он был, он есть. Это статья 10, статья 12 закону про охрану атмосферного повитра. То есть ничего нового, нужно закон, который есть, его выполнить и не выдумывать какие-то свернения и не подражать население города Запорожья. А вот за два других обращения большинство депутатов голосуют. Первое касается поддержки законопроекта, благодаря которому исполнительные службы не смогут конфисковать жилье за долги перед поставщиками коммунальных услуг. Второе обращение о недопустимости внесения изменений в бюджетный кодекс, которыми правительство намерено переложить финансирование учебных заведений на местные бюджеты. Полномочия передаются, а средства не передаются. Наверное, самый яркий пример, который был по прошлому году, это профтехучилища, которые были спущены на бюджет города. Если посчитать, 110 миллионов город выложил из своего кармана на содержание профтехучилища. По окончанию сессии депутаты поздравили друг друга с годовщиной работы Горсовета 7-го созыва и поблагодарили за продуктивную работу. Екатерина Свериденко, Иван Демяненко, Сергей Чалый, ТВ5. Как обнаружить фальшивые лекарства? Теперь это можно сделать, не выходя из аптеки, при помощи специального мобильного приложения. В его разработке приняли участие не только фармацевты и медики, но и представители других профессий, которым небезразличное качество лекарственных средств. Протестировав домашние аптечки, они столкнулись с подделками и решили бороться с этим явлением. На сегодняшний день пользователями приложения «Лекарства-контроль» уже стали более десятки тысяч человек. База данных обновляется два раза в сутки. Проверить качество приобретаемых лекарственных средств очень просто. Початку вы визуально оглянули упаковку, звёрили там это маркувание, потом вы проверяете за регистрационным номером, который находится на упаковке, регистрацию препарата. И если есть забороненные серии, то вы проверяете эту забороненную серию. То есть, чтобы проверить лекарственные никаких дополнительных знаний не нужно. И это все действительно занимает буквально несколько секунд. Ежегодно в нашем регионе выявляется около пяти тысяч граждан больных с сахарным диабетом. Благодаря современным технологиям запорожские медики получили возможность не только подбирать необходимые лекарства для стабилизации болезни, но и проводить мониторинг в течении этого заболевания. Теперь ожидают нового решения Минздрава. Подробнее Галина Знаминская. Сахарный диабет у Виктора Рубановича врачи заподозрили 10 лет назад, во время профосмотра. Хотя кроме избыточного веса мужчину ничто не беспокоило. Стресс был. Такой неприятный стресс. И вот, честно сказать, ехал в панике за рулем. В Трусковце окончательно поставили в санаторий диагноз. И вот еду, друзья рядом сидят. Спасибо друзьям. Психологически они меня поддержали. На учёте в областном эндокринологическом диспансере состоят более 55 тысяч человек с диагнозом сахарный диабет. Из них 300 дети. 9 тысяч – инсулинозависимые. Для этой категории больных перебои с приёмом инсулина могут закончиться смертью. Их обеспечивают белковым гормоном за счёт госбюджета. Мы заканчиваем выдачу инсулинов по договорам, которые были заключены. Осталось немножечко в начале ноября до поставить. Но в принципе до конца декабря весь инсулин в больницах имеется на складах. Дополнительно администрация выделила деньги дополнительно на проведение закупки на первый квартал следующего года. И медики, и больные с сахарным диабетом ожидают от Министерства охраны здоровья Украины принятие решения, которое позволит возмещать потребителю стоимость препарата. Реестр нуждающихся в инсулинах в нашем регионе уже составлен. Не надо время тратить на проведение торгов. То есть не будет вот этого промежутка, что в начале года чего-то не хватает. Но, тем не менее, там есть такой механизм, что если больному не показан адаминсулин, или он не обеспечивает ему состояние компенсации, там разработан механизм частичной доплаты самим больным. Благодаря современному оборудованию специалисты областного эндокринологического диспансера теперь могут ежеквартально отслеживать динамику лечения пациентов, показатели компенсации компонентов крови. Но главное в борьбе с осложнениями сахарного диабета, соблюдении здорового образа жизни и выполнении всех рекомендаций врача. Веду активный образ жизни. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5. Исторический рекорд. В сентябре комбинат «Запорожсталь» использовал в производстве всего 10 миллионов кубометров газа. По словам генерального директора предприятия «Ростислава Шурмы» природный газ сегодня это не только один из ключевых факторов формирования себестоимости продукции, но и стратегическое сырье для Украины. Годовое потребление природного газа на комбинате снизилось вдвое и составит около 166 миллионов кубометров. Такой экономии удалось добиться за счет модернизации оборудования, использования автоматизированных систем контроля расхода энергоресурсов и внедрения энергосберегающих технологий. «Результаты, я считаю, у нас впечатляющие. Цифры говорят сами за себя. Если взять 2008, 2009, 2010 год, комбинат ежемесячно потреблял до 70 миллионов кубических метров газа. В сентябре мы наконец добились нашего давно желаемого показателя нового рекорда 10 миллионов кубов. Это результат не какого-то одного действия. Это результат работы сотен, наверное, даже тысяч запорожсталевцев, каждый из которых участвовал в том или ином проекте. Безусловно, останавливаться мы не собираемся. Цель практически уйти от природного газа вообще. Но окончательно мы этой цели сможем добиться после того, как мы взамен старого мартеновского производства сможем построить конвертерный цех». Город своими руками, нашествие сов и что делать, когда волосы мешают играть. Это и многое другое далее в нашем выпуске. «Спасем Днепр вместе». Подготовка к масштабному свотнику идет полным ходом. И снова я влезаю в танк. Презентация новой книги Оксаны Забушка. «Великий предел» шоу для любителей ушу. Как похудеть крокодилу фитнес для рептилий. «Чистый город». В Запорожье работники крупнейших металлургических предприятий присоединились к всеукраинской волонтерской акции. Уже несколько лет подряд работники Запорожстали, Запорожкокса и Огнеупорного завода наводят порядок в прилегающих парках и скверах. Этой осенью первыми взяли в руки лопаты и грабли огнеупорщики. Татьяна Пархоменко работает на огнеупорном заводе экономистом по труду и заработной плате. В акции «Чистый город» участвуют впервые. «Конечно, поддерживать чистоту, исправлять ошибки других людей, которые не задумываются об этом». Вместе с Татьяной порядок в парке наводят более 80 работников огнеупорного завода. Они постоянные участники акции «Чистый город». «Я люблю велосипед, велотуризм. У нас как лозунг был оставить место отдыха чище, чем оно было до твоего приезда. То есть поработаем, люди в трамваях посмотрят. Если хотя бы каждый десятый уберет за собой, станет намного чище». Сухие ветки опавшие листва и пластик, бумага, кофейные стаканчики. За несколько часов работники огнеупорного завода собрали десятки мешков мусора. «Сотрудники ЧАО «Запороший огнеупор» это горожане, поэтому они всегда с удовольствием принимают приглашение по участию в акции «Чистый город». Мы как горожане любим свой город, любим проводить благоустройство этого города, тем более в своем заводском районе, в котором расположены наши предприятия». Чуть позже к акции «Чистый город» присоединятся работники «Запорожь кокса» и «Запорожь стали». 5 ноября работники трех предприятий выйдут на самый масштабный в этом году субботник. В рамках экологической инициативы «Спасем Днепр вместе». Проект проходит при поддержке комбината «Запорожь сталь». Волонтеры убирают прибрежную зону, очищают дно реки, устанавливают нерестовые гнезда, помогают сохранению популяции рыб и птиц. За последние четыре года собрано более 80 тонн мусора, выпущено 117 тысяч мальков рыбы, установлено 3700 нерестовых гнезд. Подготовка к акции уже началась. На этой неделе сотрудники заповедника Хортица рекультивировали землю в плавневой части острова на месте бывшего поселка. Сотрудники заповедника очистили территорию от мусора, подготовили почву к высадке деревьев и травы. Это будет сделано 5 ноября в рамках акции «Спасем Днепр вместе». Павел Васильев, Юрий Васильченко, Андрей Снесаренко, ТВ5. Город своими руками. Под таким названием уже четвертый год подряд в Энергодаре проходит конкурс социальных инициатив. Цель программы развитие общественной активности, а также решение локальных проблем территориальных громад. В рамках конкурса 11 проектов в Энергодаре получили мини-гранты. Так в городе открылись детская и спортивная площадки, уголок для семейного отдыха и прошел легкоатлетический марафон. О других проектах подробнее расскажет Мария Маракелян. Заправился и поехал дальше. Главное – соблюдать правила дорожного движения. А изучать их воспитанники детского сада «Светлячок» теперь могут на этой площадке. Кроме дорожных знаков здесь есть импровизированный пост ДПС, магазин, школа, больница, автозаправка, остановка и, конечно, разные виды транспорта. Все это появилось благодаря участию в конкурсе социальных проектов ДТЭК «Город своими руками». Так как наши дети после детского сада идут сразу в школу, так сказать, вступают в самостоятельную жизнь, переходят дорогу, мы должны их обучить. Чтобы это было не только на картинках и условно, мы вот решили в таком проекте поучаствовать. И вот именно пал выбор по этому. По итогам конкурса проект «Внимание! Безопасность на дороге» получил грант в размере 25 тысяч гривен. Это позволило создать интерактивную площадку, которая поможет детям с пользы проводить время, получая необходимые знания. Реакция детей была настолько позитивной, они участвовали во всем. Начиная от того, что мы графически это все рисовали, представляли, как это будет. У нас были своеобразные макеты, наносили краску, снимали краску. Кто-то приходил с родителями на субботник, когда все это выметалось, собиралось, уносилось, когда монтировали домики. Уже четвертый год подряд инициативная группа детского сада принимает участие в конкурсе «Город своими руками» и каждый раз оказывается в числе победителей. Положительные результаты способствуют появлению новых идей. Это, наверное, один из наиболее значимых в городе социальных проектов, который рассчитан на сотрудничество, партнерство между представителями органов власти, социально ответственного бизнеса на территории, а также неответственных граждан, которые хотят, чтобы вокруг жизнь в городе становилась краше. Еще один победитель конкурса – проект «Степ-бай-степ». Его торжественно представляют в обновленном спортзале детского сада номер 5. «Степ-бай-степ» 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 может превратиться в какие-то очень серьезные заболевания. Поэтому лучше предотвратить, лучше в детском садике как-то это все нивелировать. И мы решили поучаствовать. На обустройство спортзала организаторы конкурса «Город» своими руками выделили грант в размере 19 тысяч гривен. Часть необходимой суммы собрали родители. «Глядя на те проекты, которые выиграли, люди заинтересовались. И сейчас, по-моему, конкурс на данные проекты возрос вдвое, а то и втрое в городе у нас». В этом году победителями конкурса «Город своими руками» в Энергодаре стали 11 проектов. На их реализацию ДТЭК выделила 230 тысяч гривен. Мария Маркелян, Константин Грушко, ТВ5. «Почти как в Гаре-Поле». В Запорожской областной научной библиотеке открылась необычная выставка. Ее автор Виктория Терещенко уже несколько лет собирает сувенирных сов. Все они изготовлены из разных материалов. Всего же в коллекцию Виктории более 500 таких фигурок. Видела их Евгения Али. На выставке Виктории Терещенко представлено около 200 сувенирных сов. Все они привезены из разных стран мира. Этих необычных птиц женщина собирает на протяжении 10 лет. Говорит, каждая сова по-своему уникальна. Начиналось все, когда у меня их было 300, потом вот как-то с каждым годом поголовье увеличилось. В следующем году было 400, в этом году 500. Совы представлены из разных стран. Ну, примерно так, 100-120 это украинские совы, а остальное это совы из 30 стран Европы, Азии и Африки. Первый сувенир Виктории подарили ее ученики. Женщина преподает историю музыки. Говорит, каждая сова из ее коллекции передает особое настроение. Виктория принципиально не приобретает больших по размеру птиц. Их неудобно хранить. Большую роль также играет материал, из которого изготовлен сувенир. В основном это керамика, дерево, камень. В общем, меня интересует материал. Что можно сделать из дерева, что можно сделать из камня, что можно делать даже из ракушек. Есть совы кружевные, вязанные, есть совы сшитые, есть керамика, очень люблю керамику. Это очень личное. Совы должны соответствовать моему настрою, моим интересам. Вот почему целая полка посвящена совам-музыкантам, потому что я музыкант, я преподаю историю музыки. Это уже третья выставка Виктории. В планах у женщины посетить как можно больше городов Украины и привезти оттуда самых разнообразных сов. В Украине теперь у меня следующая фишка объездить все областные центры. Вот на сегодняшний день из, скажем так, 25 таких городов примерно 18 уже отработаны. И иногда даже вот на совах написано Тернополь, Ужгород, Одесса. Вот, то есть у меня и документ есть, что я там побывала, сову нашла. Выставка в областной библиотеке продлится до 26 ноября. Евгения Али, Юрий Васильченко, ТВ5. Дар провидения или объективный анализ. Украинская писательница Оксана Забушка представила в Запорожском национальном университете свою новую книгу под названием «Изнову я влезаю в танк». Как говорится в аннотации к сборнику, эта книга для тех, кто не избегает честных ответов на насущные вопросы и занимается вызовами, которые стоят перед украинским настоящим. На презентации побывала и наша съемочная группа. Встречу с Оксаной Забушка здесь ждали давно. И хотя фестиваль книжная толока официально завершился в минувшее воскресенье, запорожцев продолжают знакомить с литературными новинками. Книга «Изнову я влезаю в танк» – это сборник статей, эссе, интервью и воспоминаний Оксаны Забушка, которые написаны на протяжении 2012-2016 годов. Резные тексты, ризные тексты ризных жанров, они разом творят, мне принадлежно хотелось, они творят какой-то портрет добы, портрет сучасной, образ сучасной истории, в каком даром проведения. Как одна из небольших письменниц, она может наперед предпочитать какие-то вещи, и, в основном, читая цей эссе 2012-го года, мы видим, что, начебто, мы, пересечные украинцы, еще не знали, что все это будет, а она каким-то таким ментальным и рациональным образом это все чувствовала. Оксана Забушка уверяет, ее книга не посвящена исключительно информационной войне, которая сегодня ведется против Украины. Это, скорее, попытка посмотреть в лицо будущим воинам 21-го века. Я не перестаю всегда повторять в всех студентских аудиториях. Вас готували до совсем другого света. Не только вас. Вот впродовж этих минулых 25-ти роков. Яки выявилися насправді эпохою в ходе яконів вызревав новий тоталитаризм, який вибрал у себе рейси попередніх, який обріз новими рейсами, які дали йому информационні технології. Во время встречи Оксана Забушка отвечала на вопросы публики, а так же давала советы будущим писателям і публицистам. Марія Маркелян, Олег Мовченюк, ТВ5. Ну а мы продолжим буквально через несколько минут. В канун 72-й годовщини освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков народный депутат от оппозиционного блока Наталья Королевская приехала в Запорожье. В начале встреча в городском совете ветеранов обсуждались вопросы нехватки мест в госпиталях для ветеранов войны, маленькие пенсии и резко выросшие тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Они на протяжении последних двух лет принимаются всем какие-то неадекватные абсолютно на мой взгляд решения. Это начиная и с налога на пенсию, то, что сколько пенсионеров вынуждены были уйти с работы, потому что люди пошли хоть чуть-чуть подзаработать, а если ты работаешь, то тебя начали либо налог вводить, либо лишать пенсии, если это органы местного самоуправления. Вместе с ветеранами Наталья Королевская возложила цветы к мемориалу «Скорбящая мать». Присоединились и участницы платформы «Женщины за мир». По словам Натальи Королевской, в Запорожье женщины одни из самых активных в Украине. И для нас это очень-очень важно, что женщины Запорожской области уже более 20 тысяч присоединились к платформе, подписали декларацию о мире, сегодня ведут свою большущую работу на местах, организовывают гуманитарные миссии в серую зону, помогают здесь переселенцам, готовят обращения в суды, постоянно мониторят ситуацию в социальной сфере и, конечно, очень тесно сотрудничают с нашими ветеранскими организациями. Запорожские активистки платформы «Женщины за мир» выдвинули ряд требований к центральной власти. Основное – увеличение финансирования социальных выплат и программ в госбюджете 2017 года. Наталья Королевская заверила, все требования будут рассмотрены в Верховной Раде. Все женщины вышли с такой инициативой, это письмо будет направлено к премьеру, все их предложения будут как поправки к законопроектам, зарегистрированы в парламенте Украины. Общение с активистками национальной платформы продолжилось за круглым столом. Обсуждались вопросы необходимости увеличения выплат при рождении ребенка детям-сиротам, переселенцам и малообеспеченным украинцам. Участники встречи отмечают, сейчас в стране обострилась ситуация с медобслуживанием. По здравоохранению там очень много проблем, эти проблемы, которые реформированы, произошло у нас, реформирование, его как бы все считают это геноцидом, а не реформированием здравоохранения. Страдают от этого как сами доктора, сами медики, и также страдают и жители города. Активистки отмечают, в реальном преодолении проблем важна поддержка депутатов оппозиционного блока, которые отстаивают решения, необходимые для улучшения жизни в стране. Мы стараемся с помощью Натальи Юрьевны Королевской, она делает очень много и оппозиционного блока, очень много, они уже проработали и выносят свои предложения в законопроекты на верховном уровне, то есть на уровне Верховной Рады. Одним из таких документов стал законопроект Натальи Королевской, которая предлагает установить народным депутатам заработную плату в размере установленного прожиточного минимума. Депутаты областного совета предлагают увеличить финансирование программы развития автомобильных дорог на 11 миллионов гривен. С такой инициативой выступили члены профильной комиссии областного совета под руководством Людмилы Любим. Мы вышли с инициативой выделить денежные средства на проведение проектных работ по таким направлениям, как Акимовка-Кирилловка, Мелитополь-Акимовка. Это фактически мы полностью обеспечиваем проектными работами и подготавливаем участок дороги Мелитополь-Кирилловка к возможному ремонту в следующем году. Проект решения, поддержанный членами постоянной комиссии, предполагает обновление стратегически важных транспортных артерий от Васильевки в направлении Бердянска, Кирилловки, Симферополя и Мариуполя. Эти участки сегодня частично разбиты из-за потока большегрузного транспорта и военной техники. Депутаты предполагают, что местные власти также поддержат финансирование этих работ. Я уверен, что каждая территория, видя перед собой перспективу решения вопроса самого главного по дорогам, я думаю, что денежные средства на возможность софинансирования будут найдены. Если государство поддержит это направление работы Запорожского областного совета, то в следующем году на условиях софинансирования в дорожное хозяйство региона будет привлечено более 1 миллиарда гривен. А это новые рабочие места и свежее дорожное полотно. В случае выделения денег к работам приступят в 2017 году с приходом теплой погоды. Фитнес для крокодила и тренер-самоубийца. Отважный, судя по всему, не очень умный мужчина по имени Джейсон Макдональд надел костюм тираннозавра и дразнил крупного аллигатора, размахивая перед ним рыбой. Кроме того, он признался, что почти ничего не видел в этом костюме. Наряд был громоздким, и он не смог бы убежать в случае нападения. Оказалось, что крокодил по кличке Марис снимается в фильмах, и ему необходима некоторая физическая активность, так как в последнее время он немного располнел. Его хозяева нашли вот такой оригинальный способ заставить его упражняться и сжигать калории. И это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, все актуальные новости города и области вы всегда можете найти на нашем сайте tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова